МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В статье рассказал о взрывных устройствах в зданиях столичных судов секторов Буйкана и Центр, расположенных на бульваре Штефан-Челмаре. На место происшествий выехали батальон патрулирования и реагирования, оперативная группа, сотрудники главного инспектората чрезвычайных ситуаций и специалисты бомб-тех. Наша съемочная группа попыталась получить информацию о ложном сообщении у специалистов, но не сотрудники бомб-тех, ни полиции не хотели отвечать на наши вопросы. Можете представить нам какую-то информацию? Там бомб-тех, идите и спросите у них. После нескольких часов исследований и проверок правоохранительные органы ничего не обнаружили. В столичном инспекторате полиции уточнили, что звонил мужчина около 8.30. На место происшествия выехали специализированные службы, батальон патрулирования и реагирования, оперативная группа инспектората полиции Буйкан, сотрудники ГИЧС и специалисты бомб-тех. Правоохранительные органы приняли ряд специальных мер для установления личности звонившего. Злоумышленнику грозит штраф в размере более 42 тысяч леев или до двух лет лишения свободы. В результате проверок, проведенных специалистами бомб-тех, никаких подозрительных или взрывоопасных предметов не обнаружено. По данному случаю возбуждено уголовное дело о ложном сообщении о теракте. Напомним, на прошлой неделе также поступало ложное сообщение о бомбе в здании администрации президента Молдовы. По данным полиции, в службу 112 звонил мужчина, сообщивший о том, что обладает информацией о неком гражданине, изготавливающем взрывные устройства в домашних условиях, который намеревается заложить одно из них в здание аппарата главы государства. Звонивший оказался 30-летним жителем столицы, состоящим на учете у психиатра и раньше уже совершавшим подобное нарушение. За последние две недели количество детей, посещающих детский сад, заметно уменьшилось из-за вирусов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главу муниципального управления образования Андрей Повалой. На данный момент, по словам чиновника, средняя посещаемость в этих учреждениях составляет 77,8%. Он также сообщил на заседании управления историчной премьерии, что в школах, гимназиях и лицеях 1728 учеников из 130 классов обучаются дистанционно по очереди. Обучаются в начальной школе 259 учеников из 14 классов, в гимназиях 1175 учеников из 75 классов и в лицеях 294 ученика из 21 класса. Как отметил Повалой, на прошлой неделе общее количество учащихся, находящихся на самоизоляции из-за заражения COVID-19 достигло 1116, а среди учителей 10 человек. Мужчину, который напугал маленькую девочку в столице тем, что преследовал ее, отпустили в тот же вечер. Однако, как сообщили в полиции, он был оштрафован за хулиганство, а также за несоблюдение мер защиты от коронавируса. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что не было причин для его задержания после того, как тот был обезврежен сотрудниками частного охранного агентства. На него был наложен штраф в размере 3500 леев. Визуально он находился в состоянии алкогольного опьянения. Родители 12-летней девочки не подали заявление в полицию. Этот громкий случай произошел в начале декабря. 12-летняя девочка забежала в одну из аптек столичного сектора Буйкана и сказала фармацевту, что ее преследует незнакомец. Вскоре и сам преследователь вошел в помещение. Сотрудница нажала тревожную кнопку и вызвала сотрудников службы безопасности, которые и обездвижили мужчину. Родители, учителя и воспитатели должны регулярно обсуждать с несовершеннолетними детьми потенциальные риски и то, как они должны действовать, если становятся жертвами жестокого обращения. На это обратила внимание психолог Диана Берарь в связи с инцидентом, произошедшим в Кишиневе на прошлой неделе, когда 12-летняя школьница укрылась в аптеке, потому что ее преследовал неизвестный мужчина. Специалисты также советуют взрослым обратить внимание и на онлайн-среду, которая, по ее словам, очень небезопасна для несовершеннолетних. По словам специалистов, дети должны знать номера телефонов своих родителей, родственников, а также единой службы экстренной помощи 112. И это не единственное правило защиты. Нужно говорить «нет», если кто-то подозрительный или незнакомый подходит на улицу и обращается к ним. Нужно говорить «нет», если, не дай бог, кто-то предлагает сесть в машину. Кроме того, психолог настаивает на том, что в случае опасности ребенок должен ускорить шаг и не показывать, что боится. В случае, если насильник схватил за руку, рекомендуется, чтобы ребенок кричал, громко говорил. Если насильник пытается закрыть ему рот, следует укусить его как можно сильнее и попытаться убежать. В онлайн-среде, отмечает Диана Берарь, детей подстерегает не меньшая опасность. Я лично знаю случаи, когда 11-летняя девочка тесно общалась с какой-то, как ей казалось, сверстницей. Но опять же неизвестно, был это именно ребенок или за этим никнеймом стоял взрослый человек с психическими проблемами, уговаривший ее покончить жизнь самоубийством. Поэтому психолог призывает родителей контролировать доступ детей к телефонам и другим гаджетам. Ребенку до 5-6 лет экран вообще не следует давать. Параллельно с этим у ребенка не развивается воображение. Поэтому упор нужно делать на книги и художественную литературу. В свою очередь, родители говорят, что они обеспокоены тем, что происходит в обществе, и они часто проверяют своих детей. Я всегда волнуюсь, потому что это город и есть люди очень плохие. Учу, что нельзя говорить ни с кем, кроме знакомых. Телефон проверяем постоянно, с их ведома или без него. Напомним, несколько дней назад 12-летняя девочка из столицы пережила кошмарные моменты, когда заметила, что на улице ее преследует неизвестный мужчина. Ребенок зашел в аптеку. Сотрудники вызвали охрану, которая обезвредила подозрительную личность. А вскоре туда приехала полиция. Продолжаем выпуск. ПДС шаг за шагом захватывает страну. Сейчас на очереди город Бельце. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил лидер партии Шор Илон Шор. По словам политика, правящая партия вошла в сговор с независимым кандидатом Николаем Григоришиным, который за получение поста примара города согласился стать полезным и удобным для нынешней власти. Если у Николая Григоришина хватит достоинства, чтобы сказать «нет» беспределу и цинизму властей, тогда второго тура выборов в ближайшее воскресенье не будет, заявил Илон Шор. Если же выборы состоятся, то это докажет сговор Григоришина с правящей партией, отметил политик. Мы попытались получить комментарий на прозвучавшие обвинения в ПДС и у независимого кандидата в примары Бельц Николая Григоришина, но пока ответа от них не получили. То, что сегодня происходит в нашей стране, можно назвать одним маленьким слоганом. Пас-купас, сефуры-цара. С выборами в Бельцах все понятно. Правящая хунта ПАЗ договорилась с Григоришиным. Григоришин, умоляя на коленях, понимая, что проигрывает тотально эти выборы, взамен на предательские поступки по отношению к Бельчанам, Бельчанам дал согласие и попросил быть фактически назначенным его королевой Майей Первой мэром города Бельц. Мне очень интересно, как поступит кандидат, набравший несколько сот голосов, согласится ли он стать, назовем так, полезным и удобным для нынешней власти, для Григоришина, человеком, чтобы дать возможность Григоришину абсолютно нечестно с помощью пакта выиграть эти выборы. В минувшее воскресенье 12 декабря в Приднестровье состоялись выборы главы региона. На них Вадим Красносельский соперничал с единственным контр-кандидатом, неким Сергеем Пынзарем, о котором известно лишь, что он житель села Гиртоп и депутат Григориопольского районного совета. Как сообщила региональная центральная избирательная комиссия, победу одержал Красносельский, набравший 79% голосов. По данным Приднестровской ЦИК, к урнам для голосования явились около 35% от общей численности избирателей в Приднестровье. Между тем, некоторые СМИ отмечают, что выборы впервые прошли практически на безальтернативной основе. Информагентство «Инфотак» обращает внимание, что приднестровские власти сделали все, чтобы представители оппозиции не смогли в них участвовать. В частности, из пяти претендентов вдвое были сняты под предлогом недостаточного числа подписей сторонников, а один взял самоотвод. Кишиневские власти заявили, что не признают выборы так называемого президента Приднестровья и призвали международные структуры не направлять на них наблюдателей. В связи с этим было отказано во въезде в страну некоторым российским политикам и общественным деятелям. Отстранение кандидата от партии ШОР Марины Таубер от предвыборной гонки в Бельцах и вопрос снабжения Республики Молдова природным газом – две основные темы, обсуждавшиеся в ходе встречи депутатов от партии ШОР с членами делегации Государственной Думы Российской Федерации. Во встрече, состоявшейся в Кишиневе, участвовал чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Молдова. Российские молдавские депутаты обсудили последние политические события в Молдове. Среди затронутых тем был и недавний скандал, связанный с отменой второго тура выборов в Бельцах и исключением из предвыборной гонки кандидат от партии ШОР Марины Таубер. В связи с произошедшим Таубер обратилась к дипломатическим представительствам в Молдове, а также международным организациям, однако они пока никак не отреагировали. В ходе встречи с российскими коллегами депутаты партии ШОР проинформировали их о текущих социально-экономических и политических проблемах, а также дальнейших планах партии. Мы создаем фронт национального спасения Республики Молдова и уже работаем над декларацией, в которой будет констатирован захваченный статус нашего государства. И на этой встрече мы обсудили с нашими коллегами из Российской Федерации и господином послом последние заявления Илона Шора о процедуре импичмента, которая запущена нашей командой. Другой темой, обсуждаемой в ходе встречи, стал вопрос поставок российского газа в Молдову в контексте энергетического кризиса, в котором оказалась Республика из-за запоздалого подписания договора с Газпромом, созданного нынешней властью в переговорном процессе. Мы очень надеемся на то, что власть Республики Молдова сделает правильные приоритеты для того, чтобы в Республике Молдова не наступил энергетический кризис. Мы очень отчетливо об этом обозначили, проговорили с российскими парламентариями, сенаторами. Также обсуждались вопросы общеполитического характера. Депутаты от партии Шор поблагодарили российских коллег за открытость к сотрудничеству и выразили надежду, что стратегическое партнерство между Молдовой и Российской Федерацией не пострадает. В свою очередь российские парламентарии отметили, что внимательно следят за тем, что происходит у Республики и выразили надежду, что политическая борьба будет вестись с соблюдением принципа многопартийности в правовых и конституционных рамках. Широкий спектр тех направлений, которые мы обсуждали, они закладывают определенный план работы и на будущее. Как вы знаете, существует группа дружбы с Российской Федерацией в парламенте Молдовы. В настоящий момент в Государственном Думе формируется такая же группа дружбы. Мы надеемся, что мы выйдем на системную работу. Вместе будем определять те проблемы, которые волнуют обе стороны и вместе будем искать пути их решения для того, чтобы помогать в первую очередь работать на благо наших граждан. Представители российской делегации также заявили, что они открыты для сотрудничества с фракцией Шор и отметили, что хотят инициировать по парламентской линии ряд трансграничных проектов на благо граждан двух государств. Аргеев нарядился в праздничной одежде, а новогодняя елка, установленная в городе, самая высокая в стране – 22 метра. Город украсили тысячи лампочек, яркие украшения и европейский ярмарочный городок. Так, в минувшие выходные в муниципе был дан старт зимним праздником. Для жителей и его гостей было организовано впечатляющее видео-мэппинг-шоу. Играл духовой оркестр Деда Мороза, а потом состоялся зажигательный концерт румынской певицы Анны Леско. Несмотря на дождь, сотни людей, вооруженных зонтиками и хорошим настроением, собрались на площади Василия Лупу в Аргееве, где был дан старт наступающим зимним праздником. Здесь очень красиво. Мы приехали из Кишинева. Вы приехали, несмотря на дождь? Конечно, когда есть такая возможность, почему не приехать? Народ веселится, красивая музыка, дети. Все очень интересно. Все сделано на 10 баллов. Все просто замечательно. Еще бы немного снега, но и так хорошо. А с кем вы пришли? С детьми и с женой. Им тоже шапки надели? Да, конечно. Встречаем Новый год. Церемония открытия самой высокой елки в стране началась с увлекательного детского спектакля с персонажами зимних сказок и аниматорами. А затем малыши радостно встречали Деда Мороза и Снегурочку, которые, естественно, пришли с целым мешком подарков. Но прежде чем их раздать, Дед Мороз создал из ребятишек, присутствующих на празднике, армию гномов, которые получили такие же, как у него, шапки. Со сцены с добрыми пожеланиями по случаю зимних праздников выступили как представители местных органов власти, так и депутаты парламента. И желаю всем вам много-много счастливых лет исполнения желаний, добра и благополучия в ваших семьях. В следующем году наш ангел-хранитель поможет нам образцово мобилизоваться перед всеми вызовами, чтобы вместе их преодолеть. Каждый год Аргеев становится столицей зимних праздников. И в этом году у нас самая красивая рождественская елка. У нас также будет самая красивая рождественская ярмарка. Дорогие наши, поздравляем вас с зимними праздниками. Желаем вам много здоровья, много сил и много счастья. Празднование продолжилось концертом, в котором участвовали музыканты из групп Брэсбэнд и The One Band. А сюрпризом вечера стала перебравшаяся в Румынию молдавская певица Анна Леска, которая зажгла праздничную атмосферу своим сольным концертом. Атмосфера просто мечта, потрясающая. Люди были такими приветливыми, такими жаждущими веселья. И когда я увидела их, кого с зонтиком, кого без зонта, перестала обращать внимание на дождь. Все было очень красиво, потрясающе красиво. Спасибо от всей души. Еще одним сюрпризом вечера стало видеомэппинг-шоу, впечатляющее 3D-изображение, спроецированное на здании Аргеевского райсовета. Те, кто не смог посмотреть световое шоу в минувшее воскресенье, имеют возможность увидеть его каждый вечер, начиная с 20.00. Также на площади Василия Лупо был обустроен европейский городок с ярмаркой изделий ручной работы, где все желающие могут приобрести сувениры молдавских мастеров. Это все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу. В студии была Олеся Кайряк. Подробнее об этих и других событиях расскажем в последующих выпусках программы. Не пропустите время новостей в 21.00 на телеканале ТВ6 и в 10 вечера на Археи ТВ. Спасибо, что были с нами и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова